друзья всем привет меня зовут женя вы находитесь на моем канале о творчестве я очень рада что вы ко мне сегодня заглянули я наконец-то закончила вышивать набор романтическая прогулка по мотивам картины леонида афремова от фирмы золотое руно и сегодня хочу вам о нем рассказать купила я его достаточно давно на ярмарке формула рукоделия и работала над ним в районе двух лет просто потому что я очень много вязала у меня маленький ребенок поэтому я очень-очень медленно вышивала хотя если бы я занималась только вышивкой по несколько часов в день то я бы его закончила и за полгода совершенно легко и просто и непринужденно но я потратила почти два года на вышивку но она того стоила картина получилась очень яркая насыщенная давайте я вам ее покажу очень яркие красивые цвета не так вот такая она получается достаточно большая размер работы тридцать восемь с половиной в высоту и почти тридцать один сантиметр в ширину в работе использована шестьдесят два цвета набор укомплектован конвой цвайгард и ниточками модера и сейчас я вам потихонечку помаленечку постараюсь рассказать о этом наборе что хочу сказать в наборе идет схема черно-белая и разбитая на фрагменты в данном наборе идет шесть фрагментов есть схема того как фрагменты должны располагаться друг относительно друга есть отдельный лист с обозначениями цветами это очень удобно потому что тебе не нужно схему вечно переворачивать и смотреть легенду где-то на краю схемы она очень удобная отдельная отдельный лист но желательно конечно его упаковать в какой-то файлик для того чтобы он не принял вот такой ужасающий абсолютно ужасающий вид в конце работы вот примерно вот таким образом у меня стал выглядеть лист с обозначениями схема расположена на листе а3 все фрагменты подписаны и направление расположение есть стрелочками указаны направление расположения фрагмента в общей схеме очень удобно схема крупная очень крупная и легко закрашивать текстовыделителями даже если у текстовыделителя очень широкий носик очень удобно закрашивать можно закрашивать карандашом или фломастерами в целом схема мне понравилась но были моменты которые мне не очень нравились в этой схеме моменты связаны с некоторыми условными обозначениями например двадцать седьмой и тридцать седьмой цвет обозначены достаточно похожими символами знак равно и две вертикальные полосочки все бы ничего если бы эти номера цветов в палетке не были столь созвучны двадцать семь и тридцать семь все бы ничего если бы то не были два зеленых цвета их легко перепутать один светлее другой темнее и как бы так как это зеленые цвета они располагаются где-то в районе вот этих деревьев и их достаточно легко бывает спутать на схеме они располагаются достаточно близко к друг другу даже долго искать не придется вот такой значок и такой значок но понятно что в трезвом уме и здравой памяти мы совершенно легко и просто их различим но если дело идет к трем часам ночи и начинают сливаться значки в глазах легко перепутать или же можно перепутать по номеру цвета бывает посмотришь ага тридцать семь а с палетки берешь двадцать семь вот такой неудобный был момент и был еще один небольшой момент который казалось бы при всем том что это достаточно разные значки немножечко сбивал с толку пятьдесят седьмой цвет это был такой темно-красный достаточно насыщенный красный и 13 цвет это светло-сиреневый и казалось бы они находятся в разных участках схемы красный где-то в районе листвы сиреневый где-то в районе людей и света на картинке но тем не менее я умудрялась их иногда перепутать взять место пятьдесят седьмого нет вру вместо тринадцатого взять пятьдесят седьмой как я это умудрялась сделать не знаю но тем не менее я могла перепутать большой и маленький кружочки но по остальным элементам этой схемы у меня вопросов не возникало они достаточно легко считываются легко идентифицируются на схеме то есть легко выхватить можно нужный символ из схемы но если попутно мы закрашиваем отшитые крестики выхватить нужный элемент становится гораздо проще но по крайней мере мне для работы было удобно так что еще хочу рассказать по самой картине картина нарисована такими мелкими яркими достаточно такими разноцветными фрагментами мазками да поэтому и отшивается это все достаточно мелкими мазками но есть небольшая скажем так особенность верхняя часть картины где-то до середины в основном это такие мелкие мелкие мазки мелкие мелкие фрагменты на схеме которые друг относительно друга где-то в разрыве находятся чем мы ближе приближаемся книзу картины там где идет отражение в мокром асфальте всего что находится сверху там становятся более крупные участки одного цвета нити и его проще и быстрее становится вышивать потому что не нужно переходить от одного участка к другому не нужно часто менять ниточку потому что здесь много много разноцветных а здесь достаточно повторяющийся идет фон вообще верхнюю часть картины вышивать немножечко сложнее и дольше чем нижнюю как раз за счет того что здесь очень много мелких фрагментов здесь очень много таких крупных фрагментов это несколько ускоряет процесс работы на картине есть небольшие кусочки бэкстича да то есть нужно прошить контур темно зеленым цветом веточки но он встречается только на левой стороне картины на правой его нету ни одной ни одной черточки только на левой стороне в районе этого дерева я отшивала фрагментарно сначала первый кусочек 2 3 4 5 и 6 и при заканчивании каждого фрагмента есть бэкстич я отшивала сразу же вот эти веточки потому что если бы оставила это на потом я вряд ли бы нашла где мне нужно это вышивать для работы канву я не размечала не карандашом не маркером не нитками как я это обычно делаю я вышивала на чистой конве в принципе это достаточно легко делать тут все кусочки близко друг за друга цепляются и удобно вышивать поэтому в принципе я без разметки легко справилась но если оставить бэкстич на потом и у вас нету никакой разметки вы ее не видите достаточно тяжело будет найти где же нужно вышить эти ниточки вот такая картинка что касается изнанки изнанка достаточно хаотичная так как много есть переходов нити особенно это заметно на верхней части картины где очень много разноцветных фрагментов и ниточка скачет как белочка по веткам но чем ближе мы приближаемся к нижней части картины тем более упорядоченное зрелище составляет наша изнанка вот такая изнанка картина получилась очень яркая красочная интересная цвета все насыщенные ниточки замечательные и так наборе достаточно много но есть одно но первый раз за всю мою практику вышивальную по наборам мне не хватило в наборе не так точнее как не хватило я закончила последнюю ниточку и все мне не нечего даже оставить в качестве образца не хватило мне пятьдесят восьмого цвета это цвет такой морской волны дальше примерно попытаюсь вам его показать это вот вот этот вот цвет вот такого цвета мне не хватило мне не хватило номера шесть это рыжий цвет на схеме сейчас тоже попытаюсь вам его показать это вот такой рыжий цвет прям рыжий оранжевый мне не хватило их буквально точнее мне их хватило но мне остались вот такие маленькие двухсантиметровые отрезочки нити которые даже в качестве образца не возможно прикрепить к органайзеру да для того чтобы например отдать кому-то эту схему с образцами ниток всех остальных ниток было с излишком даже каких-то осталось очень много если получалось так что цвет использовался очень много и он помещался на двух ячейках 46 47 то его ну ну вот оставалось достаточно много да вот 43 44 на двух ячейках помещался один цвет их осталось достаточно много если цвет помещался только на одной ячейки то их честно сказать осталось впритык по одной пасмачки это начатое так что вот так ниточки по своей структуре ровненькие однородные но встречается так что одни ниточки более толстые другие более тонкие какие-то настолько тонкие что когда вынимаешь ниточку из пасмы кажется что она вот-вот порвется но в целом никакие нитки не перетирались не рвались однако при процессе вышивания они скручивались и образовывали узелки которые приходилось постоянно распутывать и это на протяжении всей работы как ты не выпрямляя нитку после того как ты ее вынул из пасма она все-таки немножко скручивалась и образовывала небольшие узелки вот такая работа получилась все нюансы которые я заметила в этой работе я вам рассказала а в целом картина шикарная она мне безумно нравится еще раз вам покажу обложку этого набора вот его артикул также у этой фирмы много других наборов по мотивам этого художника можно выбрать на любой вкус или выбрать картину компаньон чтобы их было две или три например в одной комнате висела вот такая вот красота у меня получилась если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и до новых встреч новых видео всем пока пока